Шашки – игра, известная всем. Мастер-класс, на который в универсально-спортивный комплекс Подмосковья пригласили участников программы «Активное долголетие» из четырех муниципалитетов – Щелково, Фрязино, Реутово и Балашихи – дает возможность людям старшего поколения укрепить свои знания и развить навыки в этой интересной игре, а также участвовать в различных турнирах. Чтобы нам привлечь еще более новых и новых участников, чтобы максимально их оздоровить, чтобы разнообразить их досуг, каждый день придумываются новые какие-то активности. Мы собираем данные, собираем информацию, что людям нравится, что не нравится, чем больше нравится заниматься мужчинам или женщинам. И вот такой мастер-класс точно так же выявили путем опроса людей, то есть что нравится, чем бы хотели заниматься. И настольные игры на самом деле – это топ популярных активностей проекта «Активное долголетие». А шашки, скажем так, это еще и самый доступный способ. Поэтому именно мы начинаем с мастер-класса по шашкам. Такие мастер-классы проходят не только у нас в Щелкове, но и по всему Подмосковью. Инициаторами выступили органы социального обеспечения совместно с Федерацией шашек Московской области. Мастер-классы проводят спортсмены и их тренеры. Сюда, в УСК Подмосковья, учить играть в шашки приехали совсем юные по возрасту. Но уже самые настоящие мастера этой игры – победители недавно состоявшегося здесь же в УСК регионального турнира «Чудо-шашки». Они провели здесь еще и сеансы одновременной игры. Их тренер Сергей Парфенов убежден, что польза от участия в таком мастер-классе есть не только для участников программы «Активное долголетие», но и для щелковских шашистов. В первую очередь мне бы, конечно, хотелось, чтобы у ребят появилась ответственность. Когда они приезжают на подобные мероприятия, они понимают, что от них не только требуется игра в шашки, идет общение с другими людьми, которые не относятся к шашкам даже. Идет такой рост человека. Не только маленького игрока, который пришел в шашки, только начал играть, а уже идет именно человеческое, вот это вот, как я сказал, кросс-человеческий. Переход от игрока именно к взрослому человеку, который может поучаствовать в подобных мероприятиях. Мы заметили, что у людей старшего возраста даже быстрый проигрыш на сеансе одновременной игры не вызывал отрицательных эмоций. Они понимают, что с ними играют необычные школьники. Они все неоднократные чемпионы и победители в различных турнирах. Я сыграл с Владиславом. Он КМС, кандидат в мастера спорта. Я думаю, что буду сопротивляться. Оказывается, проиграл очень быстро, потому что у них это есть такой малозначимый прием для противника, для которого не прищаешь внимание, но он сразу проходит дамки. Три-четыре проиграл, так, в шашки. Вот уже все. Я даже, что она выиграет. Все это как-то. Даже мне деньги никогда не люблю, когда у женщин, девушек выигрываю я. Но вы не расстроились? Не-не, наоборот, интересно было. Всем участникам мастер-класса организаторы в этот день сделали еще и подарки. Каждый унес домой комплект для игры в шашки. Нашей съемочной группе тоже вручили такой комплект. Будем играть тоже. Андрей Циходович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.